Всегда добрый на планете, доктор Никита на связи. Славные люди Челябинска спрашивают меня, док, когда ты жил в Челябинске, где ты приобретал мясо, яйца, печень, сыр, молоко и другие продукты животного происхождения? Сегодня я покажу точный маршрут до моих самых излюбленных мест, а потом дам комментарий. Следуй за мной, если хочешь есть. Маршруты информации в моей инструкции актуальны на момент августа 2023 года. Вам требуется обнаружить перекресток улицы Чечерина и проспекта Победы. От этого перекрестка вы поднимаетесь вверх по проспекту Победы по левой стороне. Слева вы пройдете вдоль торгово-развлекательного комплекса, а перед вами уже будет сам рынок. Дальнейший путь подробно показан в последующем видео. Следуй за мной, если хочешь есть и жить. Координаты этого места в виде ссылки вы можете найти в описании к этому видео, а также в закрепленном комментарии. Вам туда. Вы пришли оттуда. Идете туда. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. 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 Телята. Насосутся к теляту и тогда уже людям достанется. Да. Действительно. Хорошо. Вот теперь мы знаем. Хорошо. Куда можно прийти в Челябинске и приобрести качественное мясо. Ну приходите. Приходите. свою печень. Которую когда-либо пробовал в своей жизни. Кроме того. Там я часто приобретал яйца. Огромные куриные яйца. С большими яркими. И даже где-то было по два желтка. Далее. Там конечно же меня очень нравилась колбаса говяжья. А еще они коптят грудинку свиную. Кроме этого. Как вы поняли из нашего общения. Там можно приобрести молоко. когда есть сезон. И там можно приобрести сыр. Сделанный из того же молока. Свинину для шашлыков мы приобретали чаще всего там. Говядину мы там тоже приобретали. Но пореже чем в другом месте. Так. Мы были там. Если мы пройдем далее. То мы найдем вторую точку. Вторая точка здесь. 35. А теперь о точке номер два. Которая находится на том же рынке. В тот день когда я пришел снимать видео. Их прилавок был уже практически пуст. Но все равно там была очередь. Поэтому я снял только как к этому месту подойти. У точки номер два есть свои особенности. Свои отличия. И соответственно там мой выбор продуктов был немного иной. В черте города Челябинска. Говядину с самым золотым жиром по цвету. Мне удавалось приобрести именно в точке номер два. А также там очень хорошего качества продается конина. Да вы не ослышались. Там все еще можно приобрести конину. Кроме того конечно же конская печень. Конское сердце. И многие другие субпродукты. От этого замечательного животного как лошадь. Вы можете приобрести именно в этой точке. Поэтому точка номер два запомнилась для меня именно златожирной говядиной. А также очень вкусной кониной. На этом же самом рынке если вы пройдете дальше по коридору который я показал. До так скажем заднего входа в рынок. Вы обнаружите такой достаточно неплохо представленный по ассортименту. Отдел так скажем с молоком. И там будут еще яйца, куры и так далее. В основном там торгуют бабули этим делом. И вот в этой секции нужно быть осторожным. У самых дальних бабуль. Если мы смотрим от входа в который я пришел. Самых дальних от этого входа. То есть ближе к выходу к которому вы пойдете. Там пара бабуль сидит. У них я брал качественно. И молоко, и кефир, и творог, и в принципе яйца. У них нормально. У тех же которые были правее. И чуть ближе ко входу откуда мы идем. Там я пару раз напоролся на поддельное масло. С этим будьте очень осторожны. Как это работает. Они приобретают вот эти всевозможные маргариновые спреды. То есть созданные из растительных транжиров. И лепят их как будто бы это сделанное своими руками от своих коров взбитое масло из сливок. Вот так они лепят вот эти полу спреды. Поэтому будьте всегда осторожны со сливочным маслом от частников. Потому что по Челябинску эта проблема встречается во многих точках. Они могут взять эти спреды и слепить из него вот эти кругляши которые вы можете увидеть. И как будто бы это оно и является. Поэтому с этим проявите осторожность. С тем молочным отделом про который я сейчас говорю. Только пара человек там заслуживали так скажем моего внимания. Я не смогу их показать сегодня на этом видео. Потому что когда я пришел это где-то уже было после двух часов дня. К этому времени их обычно уже нет. Они с самого утра появляются. У них все быстро разбирают и они уходят. Поэтому на рынок как правило стоит идти как можно раньше. Это конечно не единственное в Челябинске место где можно приобрести качественные продукты животного происхождения. Кроме них в одном из прошлых видео на канале я показал путь до другого места. Которое находится где-то наверное за 50 с чем-то километров от Челябинска. Где вы можете приобрести тоже замечательную говядину и многие другие продукты. Вот именно там я взял как раз таки говядину с самым золотым на тот момент жиром. Более золотой чем оттуда я не встречал в черте города. То есть это уже получается в Челябинской области. Около 50 километров этот рынок работает по моему именно по выходным. Я туда добрался тогда на велосипеде. Это видео на канале есть. Можете посмотреть и тоже туда наведаться. Это в сторону Харлушей. На карте я покажу сейчас где это место. В Челябинске вы встретите и другие рынки на которых тоже можете найти качественное мясо. Я в этом уверен. И качественные продукты животного происхождения иные кроме мяса. Вам просто нужно будет применить навыки отбора. В том числе у вас будет хотя бы теперь пример. Вы можете сходить на этот рынок. К этим людям посмотреть какие продукты чаще всего у них нормального качества. И подобное можете искать на других рынках. На других рынках Челябинска я тоже находил достойные продукты. Но я бывал там реже. И там так не совпало что там аж целых две точки были достойны моего внимания. Плюс ко всему то что я вам показал. Эти две точки они по цене наиболее выгодны были для меня на тот момент. И напоследок мои мысли по поднятой теме. Я с вами поделился не какой-то рекламой. Я сам пользовался продуктами этих людей. И каждый раз когда я возвращаюсь в Челябинск хоть на несколько дней. Я обязательно захожу на этот рынок. Я обязательно с этими людьми делюсь впечатлениями. Они мне рассказывают как у них прошла жизнь. Я им рассказываю как у меня прошла жизнь. И я приобретаю снова их продукты. Поэтому для меня в том что я вам расскажу нет никакой знаете шкурной выгоды. Я не получаю никаких дополнительных скидок. И посмотрите что это за место. Там нету этих корпоративных всяких прибалуток. Типа промокодов и прочего. Это самый обычный рынок. Еще который вы могли встретить в советские времена. Или даже раньше того возможно. То есть это то что именно и называется. Рынок где простые люди которые просто стараются выжить. Торгуют продуктами которыми сами пользуются. Сами выращивают и сами в них верят. Поэтому не удивительно что именно там я приобретал самое лучшее что питало мой организм. У меня не было проблем ни в один из разов когда я там что-то приобретал и ел. Вы посмотрите мои эксперименты три года назад. А я там разные эксперименты с разной степенью так скажем готовности мяса делал. И как раз в те времена я активно снабжался из этих мест. Потому что сам жил в Челябинске. Не было ни разу проблемы. Что ж я не могу вам гарантировать что у вас какой-то идеальный опыт будет. Я считаю не то что я считаю. Реальность показывает что ваш опыт может отличаться от моего. Может быть даже вам эти продавцы по характеру не подойдут. Вас что-то взбесит не понравится и вы уйдете. Так черту. Хотя бы один из ста человек сможет заценить качественные продукты. От простых людей с простой земли. Из простых деревень. Как они сделаны. Если вы рядом посмотрите с этим рынком. В прошлом этот рынок назывался рынок Реал. И где-то до 2000 наверное десятых он был большой и спускался аж до самой остановки вниз. Сейчас от него осталось наверное даже меньше чем одна пятая чем он раньше из себя представлял. Настолько сократился малый бизнес в принципе розничный. От маленьких так скажем. Не то что по корпораций. От маленьких предприятий. Чаще всего представленных какой-то единоличной инициативой. И что теперь находится на месте том где раньше были остатки этого так скажем не остатки. А исходные размеры этого рынка Реал. Сейчас там находится огромный ТРК. Со всякой всячиной безделушками эти всякими пластиковыми. И конечно же внутри него находится огромный супермаркет. С огромным выбором. Однако 85 процентов того что там есть я не считаю в принципе пищей. Это чего-то движимое псевдоимущество. И вы зайдите просто внутрь даже посмотрите какое там мясо продается. Сравните. Сравните цвет говядины которая продается в этом супермаркете. Известное имя не буду называть. Просто рядом пройдете увидите. И сравните цвет мяса и жира которая продается на этом рынке. Разница колоссальная. Огромное масло из этого супермаркета. Оно просто бледное. И там говядина по цвету не сильно отличается от свинины. Которую можете купить с частных рук. Поэтому вы в принципе видите и тенденцию что все меньше остается возможности у маленькой частной инициативы. Зарабатывать на жизнь продавая продукты животного происхождения особенно. Потому что этих фруктов, сухофруктов, этих круп и прочих на рынке овощей да завались. Их импортируют, выращивают гораздо с этим проще. И это меньше регулируется чем продукты животного происхождения. А вот качественные продукты животного происхождения выращивать становится все сложнее, дороже. Для частной инициативы я имею ввиду. Поэтому здесь даже я не имею права вам это так скажем рекомендовать. Но я поделюсь своей субъективной частной практикой, что приобретая такие погубки я делаю определенное принципиальное усилие. То есть я целенаправленно знаю, что мои деньги, за которые я приобрету продукты животного происхождения у этих людей, у этой частной инициативы. Они их поддержат и продлят их существование. Этот рынок будет дольше существовать за счет моей тоже маленькой единоличной инициативы. И поэтому я искренне делаю это видео, чтобы вы тоже могли по своему выбору. Я повторяю, ничего не имею экономически от этой, скажем да, пусть реклама это называется, но она не какая-то, я не имею денег за это. Я с вами делюсь, чтобы вы могли использовать и оно могло существовать и далее. Потому что оно будет существовать далее не потому, что они там благотворительностью занимаются и только и думают о том, как бы самое качественное мясо создать и купить и вам предоставить. Нет, эти люди просто выживают таким образом и их образ жизни и выживания нам предоставляет продукты качественные животного происхождения. Поэтому можете поддержать. Не поддержите и этого уже будет меньше. Через лет пять этот рынок еще кусок отслоится и останутся опять все эти овощи, сухофрукты и прочее. Я не против овощей, сухофруктов и фруктов. Вы можете их спокойно внедрить в свое здоровое питание. Другое дело, что гораздо сложнее производить животную пищу, чем растительную. Это в принципе глобальный тренд, что животная пища постепенно так или иначе на планете возможно, я не знаю, но тенденции сейчас такие, что этой пищи будет становиться меньше пищи животного происхождения, чем вот этих всех растительных продуктов. Ничего против растений не имею, но человек существо всеядное и его рацион, если он эффективен и здоров, должен содержать какое-то количество продуктов животного происхождения, чтобы оставаться здоровым и восстанавливаться от ежедневных стрессовых нагрузок, в которые нас погружает текущая человечина. Так что то, куда вы несете свои деньги, имеет прямое значение и явные последствия. Если мы будем поддерживать частную малую инициативу, то у нас дольше будут сохраняться просто продукты животного происхождения, созданные простыми людьми, простыми методами с простой земли. Желаю вам делать свои покупки осознанно. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, он сам на себя не подпишется. И до скорых встреч. Чао!